ТЕЛЕУРОК Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке Родина-Ведения. Тема урока «Моя школа». Сегодня на уроке вспомним, что такое семья. Уточним понятие «класс». Выведем правила общения в классе. Послушайте стихотворение. Что такое школа? Как тебе ответить? Это то, где ты узнаешь обо всём на свете. О таблице умножения, о глаголах, о спряжении, про планеты и моря, то, что круглая земля. Ребята, сегодня мы совершим виртуальную экскурсию по маршрутам нашего класса. Кого вы видите на рисунке? Учеников. Как вы думаете, интересно ли этим детям учиться? Конечно. Кого называют учеником? Учеником называют учащегося средней школы. Человека, который учится чему-либо, получает новые знания и стремится к успеху. А может, тем, кто хорошо учится, просто повезло? Я скажу вам по секрету. Дело вовсе не в везенье. И пятёрки тот получит, кто сидит и честно учит. Кто работы не боится, кому нравится учиться. Тот, кто лень прогонит прочь, кто готов друзьям помочь. Тот, кто хочет умным стать и про всё на свете знать. Что должно быть в помещении класса, чтобы интересно было учиться? Конечно, парты, чтобы было удобно сидеть и выполнять задания. Комнатные растения, чтобы был чистым воздух. И, конечно, доска, на которой можно писать буквы и слова, решать примеры и задачи. Смотрите, какой современный наш класс. Интерактивная доска есть у нас. Доска у нас есть и обычная. Мы мелом слова на ней пишем привычные. Каким должен быть коллектив класса? Конечно, дружным. Сегодня на уроке мы с вами будем говорить, что такое дружный коллектив. Нам предстоит серьёзная работа. Послушайте рассказ о мальчике Тимуре. Жил-был мальчик Тимур. Как и все дети, он учился в школе. Однажды он пришёл в школу, не выучив урока. И очень боялся, что учитель вызовет его к доске отвечать. Ах, если бы я стал невидимкой, чтобы меня никто не видел и не слышал, подумал он. Учитель начал урок с переклички. Когда очередь дошла до Тимура, услышав свою фамилию, мальчик ответил, «Я здесь». Но учитель, вздохнув, сказал, «Жаль, что Тимур не пришёл сегодня в школу». Тут Тимур понял, что стал невидимкой и очень этому обрадовался. После уроков ученики выбежали на улицу. Они весело разговаривали друг с другом, смеялись, играли в разные игры. Вместе с ними выбежал Тимур. Но ребята не видели мальчика. Тимур напрасно старался обратить на себя внимание. Ему очень хотелось похвастать, что он невидимка. Он подбегал то к одному, то к другому мальчику. Говорил им что-то смешное, даже конфеты предлагал. Но ребята попросту не замечали его. Тимуру стало скучно. И он побежал домой. Во дворе он увидел, что мама стоит на балконе и ждёт его. «Мама, вот он я!» закричал Тимур. Но мама не видела и не слышала его. поэтому ничего не ответила сыну. «Я не хочу быть невидимкой!» заплакал Тимур. «Хочу, чтобы мама меня видела. Хочу разговаривать с ребятами. Хочу, чтобы учитель вызвал меня отвечать урок. очень плохо быть невидимкой, очень плохо быть одному». И Тимур снова стал обыкновенным мальчиком. «Ребята, что загадал Тимур? Понравилось ли ему быть невидимкой? тимуре?» Какой вывод можно сделать? Вывод можно сделать такой. Человек не может жить без общения с другими людьми. А где начинается общение человека? Кому обращено его первое слово? Общение начинается в семье. Что же такое семья? Семья это самые близкие люди. Членов семьи объединяет любовь и уважение друг к другу. Взаимная забота и помощь. Совместный труд и отдых. Послушайте стихотворение о семье. Семья это счастье, любовь и удача. Семья это летом поездки на дачу. Семья это праздник, семейные даты, подарки, покупки, приятные траты, рождение детей, первый шаг, первый лепит, мечты о хорошем, волнение и трепет. Семья это труд, друг о друге забота. Семья это много домашней работы. Семья это важно, семья это сложно, но счастливо жить одному невозможно. У вас у всех разные характеры, интересы, увлечения, но у всех вас есть одно место, где вы вместе встречаетесь, общаетесь. что это за место, догадались? Это ваша школа. А более тесно, где вы общаетесь? В классе. А какое значение имеет слово класс? Первое значение класс это кабинет помещения. Второе значение класс это группа учеников одного года обучения. Можно ли класс сравнить с семьей? Конечно можно. А с чем можно сравнить школу? Школа наш дом. А когда и где вы можете общаться вне школы? На каникулах, в выходные дни, в кино, в театре, в парке, в парке, ну, или отправить письмо или открытку. В школе есть свои правила, которых ты должен придерживаться. Правило первое. В школу надо приходить вовремя, без опозданий. Правило второе. При входе в школу надо поздороваться с одноклассниками и с учителями. послушайте стих о приветствии. Здравствуй непростое слово. В нем свет и тепло само. Оно общение основа, от которого пахнет весной. Привет! Как много в этом слове? и добродушие, и свет. Не слово, вежливость основа. Оно общение. Привет! И, конечно, есть правила поведения в классе. На уроке будь старательным, будь спокойным и внимательным. если хочешь отвечать, надо руку поднимать. Будь прилежен на уроке, не болтай, ты не сорока. Если друг стал отвечать, не спеши перебивать. знайте, что в ваших силах сделать ваш класс более дружным. Дружба это дар нам свыше. Дружба это свет в окне. Друг всегда тебя услышит. он не бросит и в беде. Но не каждому дано знать, что дружба есть на свете, что с друзьями жить легко, веселее с ними вместе. Кто без друга прошагал по дороге жизни этой. Тот не жил, существовал. Дружба это мир планеты. Наш урок подходит к концу. Ребята, продолжите предложение. на уроке я узнал. На уроке я научился. Я чувствовал на уроке. Я думаю, что знания, полученные на уроке, обязательно пригодятся тебе для успешной учебы. А я прощаюсь с вами. Вы молодцы. До свидания. До новых встреч. .